Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своём канале. Сегодня у меня выходной день. Точнее, я просто решила не ходить на работу. Ну, думаю, уберу в квартире перед Пасхой, хотя вчера уже в чисто четверг я практически всё сделала. Ну, решила сегодня отдохнуть и расслабиться. И надо же было такому случиться, что вечером я увидела на канале YouTube, на канале Светик-Семицветик видео о том, что сегодня, ну, вообще-то с 14 по 24 на Крымском валу в Доме художника проходит очень интересная выставка. И чего? О, 10 утра, Юлька идёт на выставку. Я приглашаю вас с собой прогуляться и посмотреть эту выставку. Светлана сказала и показала, что это... и понятно из этого видео, что выставка очень интересная. Я просто... я не марла. Я еле... я еле... дождалась утра, и я иду на выставку. Пойдёмте со мной. А это знаете кто? Это кот-провожалка. Я уже стою возле дверей в прихожей. Этот сюда приходит и провожает. Да, Лексик? Давай, я скоро приду. На выставку жиду. Ну вот, я доехала на Кузнецкий мост. Приехала в Дом художника на Кузнецком мосту. Здесь проходит эта выставка, на которую я так быстро-быстро собралась экспромтом и приехала. Ну, давайте посмотрим. Светлана, благодаря которой я сюда приехала, кстати, спасибо ей большое. Вряд ли на мой канал смотрит, но всё равно спасибо. Она сказала, что думала, проведёт здесь минут 20. Но оказалось, что больше гораздо. Часа два провела. Мне кажется, я тоже здесь проведу больше 20 минут. Я приглашаю вас с собой. Вот так называется выставка «Москва. Скульптура юбилей, 300 скульпторов, 600 скульптур». Вход бесплатный. Я так поняла, что выставка посвящена 30-летию объединения московских скульпторов. Скажу сразу, что здесь очень много экспонатов. Здесь более 600 работ, скульпторов и художников. И поэтому я не буду, конечно же, комментировать каждую работу. Я постаралась вам снимать подписи под этими работами. И, ну, конечно, не везде тоже, иначе это растянется, на самом деле, часа на три. Здесь три зала. И, в принципе, даже если не снимать, то здесь можно провести очень много времени. Но если снимать, то всё подробно, то на самом деле это очень много. Я, как вы слышали, была первая, кто сюда приехала. Я почему-то, я прочитала в интернете, что эта галерея работает с 11 часов. И сюда приехала где-то без 20.11. Ну вот, мне сказали погулять. Я погуляла, выпила кофе здесь. КФС, кстати, работает. И пришла сюда снова, где-то без пяти, 12. И вот меня пустили. Ну, потом народ очень быстро собрался. Вот такое панно здесь. Смотрите, это вот, если ближе рассмотреть, вот эти вот маленькие птички, это вышито. Я вам сейчас покажу. Вышито. А эти вот космонавты, они как бы вот, видите, это вот такая, с ниточками здесь намотана. Вот. И я постаралась, конечно, повторюсь, снимать те подписи, которые было возможно. Конечно, многие работы для меня оказались проходными. На некоторых я, возле некоторых я останавливалась. Некоторые мне были интересны. Я буду вам комментировать, не буду комментировать здесь каждую работу, но буду делать акценты на те работы, которые мне понравились. Ну, что сказать. Выставка проходит до 24 апреля. К сожалению, я поздно о ней узнала и поздно вам рассказала. Кстати, вот эта вот композиция «Дорога» или «Дороги». Вот где-то я такие машинки уже видела, по-моему, на винзаводе. Очень, кстати, говорящая композиция, очень говорящая. Чёрная дорога и белые машинки, которые рискуют на этих дорогах. Вот. Ну, здесь вот такая вот стена. Такая, что-то военная такая тематика. Вот. Ну, я постаралась как бы заснять всё. Но, опять же, что-то мельком, что-то более подробно. У меня получилось видео из двух частей. Первую часть я вам покажу сегодня, а вторую часть «Завтра». Вот здесь две интересные скульптуры. Это большая белая, называется «Нос». Ну, и рядом, конечно, Николай Васильевич Гоголь, автор произведения «Нос». Кстати, вот эта композиция мне очень понравилась. Это ковчег. Вот, кстати, вот на ней я бы хотела акцентировать ваше внимание. Посмотрите, какая композиция. Просто прелесть. Особенно этот медведь, который вот так вот лапами. Просто трогательная такая. Не знаю, вот некоторые работы мне просто, вот что называется, раз сейчас говорят, зашли. Ну, а некоторые вот... Видите, здесь довольно большой один зал и два маленьких. И здесь поэтому ходишь-ходишь вроде по залу, вроде как уже всё посмотрела, потом смотришь, нет, ещё что-то не увидела. Вот. Но здесь очень много было людей. Потом уже собралось. То есть, где-то я час здесь провела. И прямо вот это стоят, обсуждают. То есть, видно, такие специалисты, какие-то знатоки. Женщина, которая здесь, ну, смотрительница выставки, мне подошла в конце, когда я уже уходила, сказала... Ну, она, видимо, видела, что я всё снимала. Она мне говорит, вы знаете, там вот скульптура городового. Очень интересная скульптура, её уже купили. Ну, я заметила, что здесь многие такие... Есть места, пробелы такие, где раньше, видно, стояли скульптуры, которые уже куплены. И вот скульптура городового, вы его увидите здесь, на котором она сделала акцент о том, что его уже купили. Я спросила, сколько стоит, она сказала, нам об этом не говорят. Ну, давайте походим, посмотрим. Не хочу я здесь много... Кстати, очень много здесь Пушкина. Вот сейчас увидела Пушкина. И там вы увидите, во второй части видео тоже вы увидите Пушкина. Очень своеобразная такая скульптура. Вот эта вот штучка на меня наверху прилетла моё внимание, но я так и не поняла, что это такое. А подпись высокой и не видно. И были здесь работы, которые я уже видела на выставках этих авторов. Я уже стала немножко разбираться в современном искусстве. Вот, и я видела эти работы. Работы этих скульпторов. Я уже их узнаю. Работафа. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот тут вот рыба и испанский воротник, который вы только что видели, конечно, хороши. Вот еще один Пушкин. Посмотрите, какая интересная как бы икона. Не рыдаем, не рыдаем, не рыдаем, не рыдаем, не маты. А вот это тоже интересная композиция. Мне даже здесь такую похожую видела. вот эти вот, вот эти вот, вот эти вот я просто там не стала вам артентировать внимание, там вот когда вот перед таким подиумом, там такая большая композиция, когда лезут вверх, называется, что-то подняться вверх, как-то так тоже интересно. Очень много здесь чего интересного. Очень много здесь чего интересного. Вот что получилось, то получилось. Я надеюсь, что все равно вам это видео будет интересно. И самое главное, что для меня оно, съемка этого видео ничем не будет чревата, как в прошлый раз. У меня было три видео у музея Чанитландии, на которые мне прислали авторские права, жалобу на авторские права владельцы этого музея, и мне вынесли предупреждение. Поэтому я стараюсь теперь больше не снимать в таких местах, где снимать, хотя мне казалось, что я спросила, можно ли снимать, сказали, можно. Но, в принципе, я очень хвалила этот музей, хвалила сотрудников этого музея. Я не делала никому рекламу, я просто говорила свое мнение. Но вот так получилось. Вот, смотрите, здесь Никулин и Дерт с гусем. Это из фильма «Золотой теленок», по-моему, или что-то такое. Вот, вот так, если вот не знать, то, в принципе, можно и не обратить внимания. Вот такой пушистенький здесь черный квадрат. Не прочитала я, что он означает. Вот. И вот этот один большой зал. Вот это мне понравилось. Вот это вот. Вот эти кирпичи с гвоздями. Я люблю такого рода скульптуры. Вот она называется «Вавилонская башня». И вот это интересное, зоопарк называется. Смотрите, здесь вот и слон, и всякие другие животные. В таком вот немножко странном видении «Крокодил». Ну вот в этом зале, вот этот зал я вам сняла вот в это видео, а два других зала, они поменьше. Это у меня будет второе видео, которое я думаю, что я выложу завтра. Ну вот такая получилась у нас с вами прогулка по этой выставке, которая проходит на Кузнецком мосту. Всем большое спасибо за внимание и за просмотр. И надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. А я желаю вам всем всего самого-самого доброго. До свидания, до встречи. Будьте здоровы. Всем пока-пока.